Всем огромный привет! Добро пожаловать в новое видео! Поснимала для вас немножечко нашей прогулки и также кусочек из гончарной мастерской, куда мы ходим по воскресеньям. Это стало уже доброй традицией, там так красиво. Есть также керамические изделия в продаже, уже готовые от мастеров и можно сделать самим, но, правда, они очень долго делаются. То есть ты пока делаешь, а потом процесс их застывания, запекания занимает больше месяца. Ну а мы переносимся на кухню. Я хочу приготовить быстрые слойки с ветчиной и сыром. Конечно, выпечка из слоеного теста – это не то, что приносит пользу, но в то же время это палочка-выручалочка. Я люблю именно слоеное дрожжевое тесто. Стараюсь покупать именно его. Оно мне кажется таким воздушным, вкусным. И я покупаю в магазине «Вкус Вилл», потому что там нет маргарина, оно именно на сливочном масле. Очень быстрые слойки, но они получаются вкусными и в то же время, конечно, калорийными. Но вся семья была в восторге. Мелкими брусочками я нарезала ветчину, также натираю сыр прямо туда и буду перемешивать. Это все из начинки. Не буду добавлять яйцо, не буду добавлять зелень. Вот просто такая начинка. Тем временем у меня уже разморозилось слоеное тесто. Оно было в рулоне. И «Вкус Вилл» оно достаточно быстро. Размораживается просто на ночь, убираю в холодильник, а утром тесто уже разморожено. Разрезала его на квадратики. У меня получилось 8 штук. Распределяю начинку и защипываю края. Я это делаю треугольничком и вилкой потом приминаю. Они не открываются. Получаются такие красивые треугольнички. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выпекала минут 20, но, повторюсь, у меня духовка выпекает долго. Думаю, что в других приготовиться быстрее. Смазала на этот раз просто желтком. И вот такая ароматная выпечка к чаю получилась. А еще я обещала вам показать нашу кухню, обновленную, с новыми обоями. Но у меня не получилось в прошлом видео. Многие меня ругали, так что я исправляюсь и показываю то, что получилось сейчас. Мы ничего не меняли. Просто поменяли обои. Потолок был белым. Он им и остался. Также у нас есть арка в кухне. Она покрашена в белый цвет. И мы просто заменили обои. Обои я купила бренда Палитра. Это российский бренд. По-моему, называется их как-то подсерия или дочерняя фирма. В общем, бренд называется именно Хоум Калор. Но производитель Палитра. Я переживала по поводу качества этих обоев, потому что изначально я купила немецкий бренд Араш. Они покорили меня своей текстурой. Но там не было оттенка, который мне нужен. И не было фактуры, которую я хотела. Я хотела полностью имитировать эффект покрашенной стены, но просто мне не хотелось выводить стены под покраску, потому что это дольше, это гораздо более грязно, и это дороже. Обои можно покрасить сверху. Любые флизелиновые обои можно сверху покрасить, если вдруг захочется это все поменять. Поэтому обои были. Я решила сверху наклеить также обои. Это действительно быстро. За два с половиной дня мы и сняли, и поклеили обои. Мастер просто молодец. Я сомневалась, и меня пугали в магазине, потому что предупреждали, что просто однотонные гладкие обои с эффектом крашенных стен клеить сложнее всего. На них видно швы. Но я не заметила, что у нас видно швы. Мастер на них жаловалась на эти обои, говорила, что клеить их непросто, и что они тянутся. Но сказала, что по качеству они очень неплохие в плане эксплуатации. Говорит, вы просто спокойно сможете мыть их губкой. И, собственно, как я и делала со своими предыдущими обоями. Но обои бренда Home Color я до этого не покупала. Выглядит красиво. Получилось именно то, что я и хотела. И, как вы видите, все выглядит гораздо более спокойно, когда нет цветочков. Хотя при этом в самой кухне вообще ничего не поменялось. Что касается цвета, я оставлю в инфобоксе, как именно называется оттенок наших обоев, если вдруг кому интересно. Но очень сложно описать какой это цвет, потому что это по-настоящему цвет хамелеон. Я приехала в магазин с баночкой скраба для тела. Мне нужен был именно такой оттенок. В магазине я нашла максимально приближенный оттенок. И когда вынесла обои из магазина, я распереживалась, что это совсем не то, потому что обои желтили. Они были очень-очень желтого цвета. Но успокоила себя тем, что именно этот оттенок я искала. И у меня в кухне он будет смотреться так, как я запланировала. При этом вы сами можете видеть, что оттенок очень сильно меняется в зависимости от освещения. Также в той зоне кухни, которая присоединена была, то есть которая изначально балкон, там это всегда более холодный оттенок. В кухне, которая изначально была кухней, там более теплый оттенок, потому что дневного света туда проникает гораздо меньше. Но в любом случае и при любом освещении мне нравится оттенок этих обоев. И, по-моему, даже с кухонным фартуком смотрится хорошо. Конечно, оттенок не попал тон в тон, но я и не хотела, в том плане, что мне не хотелось такого теплого оттенка, как на фартуке. И сейчас мне кажется, что зона приготовления, она выделена просто отдельной зоной и при этом не резонирует с остальной кухней. В общем, я результатом довольна, как вам. Покажу вам сейчас мои последние новинки. Из магазина Wildberries я хотела снимать эту рубрику примерно один раз в месяц, но по некоторым каким-то вещицам очень много вопросов поступает в комментариях. Поэтому я решила, что сейчас покажу вам то, что в последнее время покупала. Во-первых, ко мне только что пришел вот такой набор вешалок бархатных, бежевых. Там есть разные расцветки на сайте. Я нашла плечики, правильнее их называть плечики, с золотистым крючком. У меня фурнитура на шкафу золотистая и должно смотреться очень красиво. Конечно, круто заменить бы все вешалки в шкафу, но это не сразу и получится дороговато. Дело в том, что у меня вешалки все абсолютно икеевские, но сейчас их купить достаточно проблематично. Я решила в одну секцию с домашней одеждой пока использовать вот эти плечики. Я выбрала в бежевом цвете. Есть еще серые и еще несколько цветов. Оставлю ссылки. Как они поведут себя в эксплуатации, будем смотреть. Но так, по ощущениям, они достаточно прочные. И при этом, знаете, у них приятное бархатное напыление, потому что оно на ощупь часто бывает очень неприятным. Также заказала набор вешалок для брюк уже у другого продавца, тоже с золотистыми крючками и золотистыми прищепками. Здесь немного есть недочет, но я, если честно, не обращаю на это внимание. Здесь 5 штук и вот у меня еще 5. Сами вешалки деревянные, прищепки металлические и крючки в таком минималистичном стиле, в трендовом. Мне они очень понравились. Я еще бы себе заказала. И вот здесь есть для того, чтобы не оставлять следов. Но знаете, на эко-кожей все равно следы остаются. Вот такие вот пластиковые защитные вставки. Раньше нитриловые перчатки я покупала в магазине пятерочка и не заморачивалась. Потом цены на них стали невероятно расти. Но вы, думаю, все помните этот момент. А потом они в какой-то момент у нас с пятерочки пропали. И тут я нашла на Вальберис, думаю, где были мои глаза раньше. Там цены варьируются. То повышается цена, то понижается. Но я купила вообще по супер выгодной цене 100 перчаток, то есть 50 пар по 200 с чем-то рублей упаковка. И там есть разные цвета. Есть даже белые. Но белые были дороже. Я решила, что розовые мне тоже прекрасно подойдут. Такие девчачьи перчатки. Я думаю, что, наверное, мастера маникюра и те, кто работает в этой сфере, наверняка знают, что на Вальберис они продаются. А я как-то проглядела. Я взяла размер S. Мне они отлично подходят и легко снимаются. Это больше, конечно же, как одноразовые перчатки, но иногда я могу использовать их несколько раз. Они не опыленные, без пудрового покрытия. Это очень важно для тех, у кого сухие руки и также у кого аллергия, например, на латекс, на вот этот тальк, которым напыляют. Но у меня экзема, поэтому я использую только такие перчатки или резиновые плотные. Но в плотных не очень удобно делать уборку. Как-то использую тоже, пользуюсь, но такие очень нужны в быту. А еще хочу поделиться очень классным сухим маслом, укрепляющим для ногтей с шиммером. Мне его посоветовали в салоне. Оно стоит недорого. Но у нас в салоне оно стоило просто в два раза дороже, чем на Вайлберрис. У него обалденный аромат. Он вполне себе неплохо справляется со своей функцией. Хорошо увлажняет кутикулу, при этом не оставляет жирных следов. Очень быстро впитывается. Классное масло, так что вот всем могу советовать. Сейчас такой период времени, когда все сохнет. Я буквально недавно делала маникюр. Сейчас иду снова, потому что как ни крути. Я, если честно, забываю пользоваться маслом для кутикулы. А вот когда пользуешься, то вот здесь нет такой жуткой сухости. Кислородный очиститель от Бренд Фри я вам как-то уже показывала. Просто он у меня закончился, и я решила заказать еще. Я им почистила просто все, что только можно. Это настоящая палочка. Выручалочка. Он не содержит хлора. Он универсален. То есть он безопасен для большинства поверхностей. И при этом гипоаллерген. Это основные его преимущества. С ним можно почистить практически все. Но круче всего он справляется, на мой взгляд, со стиркой. Самое главное, пользоваться им по инструкции. То есть гранулы, которые находятся в этом пятновыводителе, они лучше всего работают, активизируются при температуре близкой к 90 градусов. То есть я их прям кипятком заливаю, размешиваю. Можно также довести до необходимой температуры ткани. Если, допустим, нельзя ткань при высокой температуре стирать, то есть развести в кипятке, потом добавить холодной воды и замочить. Он великолепно отбеливает и просто потрясающе выводит. В основном любые органические загрязнения. Но также я его еще использую убирать места, скажем так, туалета моих собак. То есть они у меня ходят на пеленку в туалет. И так или иначе, но запах присутствует. Я постоянно пользуюсь какими-то блокираторами запаха. А время от времени развожу вот этот очиститель и мою им. Но он просто вообще огонь. Я его обожаю. И очень часто добавляю в качестве усилителя при стирке. Сейчас, кстати, вместе с вами будем заниматься стиркой. Хочу замочить несколько вещей с использованием вот этого очистителя. Хочу сейчас замочить Лизину рубашку. Это ее школьная форма. И она испачкалась какао. Много каких-то маленьких пятнышек на самой рубашке. И на одном рукаве есть просто супер большое пятно. Какао отстирывается не очень. Поэтому я решила сразу прибегнуть к универсальному очистителю от Брэнд Фри. Потому что знаю, что он точно выведет. И еще хочу. Это мой экспериментальный метод. Замочить кроссовки. Ульяны они у меня уже после стирки. Но я не могу избавиться от одного такого неприятного запаха. И решила попробовать замочить кроссовки с ним. Пятновыводитель насыпаю. Стараюсь насыпать прямо на пятно. Чтобы когда заливала кипятком, заливать именно на пятно. Он тогда растворяется и прям супер активен именно на пятне. Также в кроссовки насыпаю где-то нужно полторы столовой ложки. Одну столовую ложку полторы на литр воды. И кроссовки я сначала налила кипяток. Но потом сразу разбавила холодной водой. Потому что все-таки обувь. И рубашку я оставила замачиваться где-то на час. С ней точно ничего не будет. А с кроссовками я не знала как быть. Поэтому они у меня полежали минут 15. И я отправила их в стиральную машину. Достала кроссовки уже из стирки. И если честно, я их стирать даже не планировала. Но они стали гораздо чище, чем были. А самое главное, ушел этот неприятный запах, который я не могла выстирать обычным порошком. И рубашка просто идеально чистая. Никаких пятен нигде. Это, конечно, супер вещь. Особенно мне нравится с таким пятноводителем стирать фарту. Кухонные полотенца. Потому что у них вот запах есть. Кухни вот этот. Который иногда и после стирки не уходит. Ну и плюс сложные такие пятна. Поэтому весь такой кухонный текстиль я стираю или замачиваю с этим пятновыводителем. Ссылка, конечно же, будет в описании. Обязательно переходите. Потому что этот универсальный оттеститель необходим просто всем. Наконец-то показываю вам костюмчики с Велберис, потому что это уж точно находка. В них невероятно удобно и делать уборку, и просто валяться отдыхать, книжку почитать, в телефоне позалипать. В них и не холодно, и не жарко. Ну, летом, конечно же, будет жарко. Но с весны по осень, весь осенний-зимний период очень удобно. И если прохладно, можно поддеть что-то под низ. Но я не поддеваю. Очень удобно, что рукав не длинный. То есть на девушке ростом повыше он будет еще короче. И очень удобно посуду мыть в том числе. Ну вот я все время в них. Вы, наверное, это заметили по моим роликам. И чтобы совсем вам не приедаться в одном и том же, я заказала себе второй. Мне второго прям не хватало. Есть разные расцветки. Я выбрала себе... Сначала купила такой шоколадный оттенок. И сейчас второй костюмчик вот такой вот, ну, бежевое золото, наверное. Брючки я, конечно же, укорачивала, потому что рост у меня 152. И мне... Ну, любые брюки будут длинными, а здесь такой полноценный рост. Кофточка вот здесь из-за выреза открывается. Можно, конечно же, прикрепить булавочку. Но я ношу с топиками, которые тоже, кстати, на Вайлберрис заказывала. Это бренд Бель Ю. Или Бель Ю, наверное, правильно читается. Думала, что на Вайлберрис будет сильно дешевле, чем в магазине, но нет. Хотя некоторые модели можно там найти прямо подешевле. Удобные очень топики. И под этот костюм также футболку, например, можно под низ надеть. Но мне так жарковато. Можно также ходить, не застегивая, надевать кофточку в виде накидки. В брючках есть кармашки. Тут как раз какой-то мусор после того, как пылесосила. В общем, эти костюмчики просто супер. А это та расцветка костюма, которая уже примелькалась вам во многих видео. Я его в первую очередь заказала. Я называю его шоколадным. Но вообще это такой оттенок хамелеон, который отдает и в фиолетовый, что ли. Или в какой-то холодный коричневый. Иногда в тауповый. Ну, я советую вам заказывать и посмотреть. Также еще очень красивый оттенок розовый. Я видела его вживую. У моей подружки такой. По поводу размеров советую, если есть возможность, заказать два размера и примерить. Костюмы с длинными брюками я купила в размере 40-42. И хочу сказать, что они все немного отличаются, по-моему. Потому что, как мне кажется, у этого костюмчика, коричневая резинка, менее тугая, чем у золотистого. А еще сейчас покажу. Я купила, не ограничилась, в ассортименте взяла. Костюм такой же, только с шортами и с короткими рукавчиками. Вот его я купила в размере 44-46. Там следующий размер. Потому что 40-42 мне вот он как-то был, знаете, как раз вроде, ну прям так тесно. А вот этот мерила 44-46, я в нем просто утонула. Не знаю, возможно, как-то они немного балуются с размерами. С шортами взяла в серебристом цвете. Он мне по ощущениям великоват, но так гораздо удобней. Если вдруг ты плотно покушал, чтобы тебе вот здесь ничего не давило. И сейчас по-другому заправлю рубашку. Так, мне кажется, красиво смотрится. Как-нибудь вот так, мне кажется, можно заправить. И тоже красиво. И шорты в 40-42 мне были прям, ну вот так вот. Они были поуже. То есть, вроде бы и как раз, но, повторюсь, мне было некомфортно. Если в рючных костюмах мне комфортно в размере 40-42, то в этом нет. Не знаю, как будет летом, жарко или нет. С другой стороны, в жару жарко все. И работают сплиты. Ну, точно не знаю, посмотрим. Мне кажется, что он комфортный. Потому что он не прилегает так плотно к телу. И есть синтетические ткани, в которых прям жарко. А в этом нет. И самый класс в том, что их не нужно гладить. Они не мнутся. Даже если какие-то пятнышка испачкались, его вообще не видно. На этих тканях вообще костюм и находка. Рекомендую всем.